Я хочу начать свое выступление с хопу Митро Басёк. «Понедумай, что ты из тех, кто следа не оставил в мире. Поминовение динь». Эти строки написаны. Безусловно, один на это Александр. Итак, бактериальные биоплёнки или биофильмы. Ну, несколько слов, что это такое как водное. Это прикреплённое к плотной поверхности микробное сообщество, в котором абсорбированные на субстрате и прилегающие друг к другу клетки заключены в матрицу внеклеточных полимерных субстанций. Это же производят сами микроорганизмы. Биоплёнки считаются на сегодняшний день основной способ существования микроорганизмов в естественных условиях обитания и в организме человека, и в окружающей среде. В нормы биоплёнки входит состав микробиона человека. И резистентность патогенной бактерии в составе биоплёнок к антимикробным препаратам в тысячу раз выше, чем у планктонных форм клеток. Мы активно работаем с биоплёнками и работаем в космических экспедициях. Уже восемь космических экспериментов, проведенных которых изучали исследование закономерности формирования биоплёнок в условиях микрогравитации. Цель проекта биоплёнки космического – это исследование влияния факторов космического полёта на формирование биоплёнок. Научная новость на проекту в первую в мире условиях микрогравитации проводилось выявление моргодиологических свойств клеток при развитии биоплёнок пробиотических бактерий лактобацилла и ихшевики холи. О лактобациллах уже сегодня говорили. Это чрезвычайно важный пример. В чём практическая значимость проекта? Результаты, полученные в ходе космических экспериментов, позволяют отработать приёмы, контролирующие развитие биоплёнок в западных системах жизнеобеспечения на МКС, где существуют оптимальные условия, способствующие их активному формированию. Во-первых, на космической инстанции повышенная влажность в виде конденсата, стабильный особый температурный режим и очень много органических фрагментов жизнедеятельности человека, кожи и так далее, что активно способствует развитию биоплёнок. В чём практическая значимость проекта? Почему мы уже так долго работаем? Эти результаты, которые мы получили уже и передали соответствующим службам, могут служить основой для разработки стратегии эффективного издействия биоплёнки патогенной бактерий. Для профилактики и лечения космонавтов входит в долгосрочных космических экспедиции. По той причине, что уже космонавты сталкивались с ситуациями кишечных дисфункций и жидкостола, и запоров, и поэтому вопросы про биотики или антибиотики как нигде остро звучат на космической станции. Я просто покажу, как выглядит наземный эксперимент. Лактобациллы растут. И в условиях космоса значительно более активны. И второй этап, к которому мы приступили уже в этом году, будет четыре космические экспедиции. Мы вовремя в виду вводим на космическую орбиту лактобациллы и кишечную палочку для того, чтобы оценить антигонистическое воздействие. Когда мы начали готовить эти эксперименты, мы обратили внимание и решили посмотреть, не внесем ли мы что-то новое в космическое пространство. Открытые катетеры, которые полежали одну минуту, и потом посевы, мы видели единичные клетки коков. И для того, чтобы не запускать дополнительные для других бактерий, вместе с физическим факультетом, медицинский факультет университета и физический факультет, разработали и отработали антибактериальный эффект холодной платы атмосферного давления. Вот так выглядит аппарат, которым мы обрабатывали весь медицинский инструментарий, который использовался для подготовки полета. Аппарат холодной платы за 5 секунд убивает кишечную палочку, обладают пустоты, и она гибнет. С тем, чтобы эксперимент был чист. Но, когда мы начали работать с этим, у нас встал вопрос, а что происходит с катетерами мочевыми, которые мы оставляем после терапевтического лечения в мочевом пузыре пациента. Это вот классический пример, о котором говорится, что военная промышленность, космическая промышленность является мощными драйверами научных исследований. И вот нас заинтересовало, что происходит с катетерами, ассоциированной инфекцией. Поэтому у нас возникла цель посмотреть, что на внутренней поверхности мочевых катетеров, какие клетки, две пленки, которые могут способствовать развитию инфекционного процесса. В тех использовании современные методики исследовались моча, испражнения и мочевые катетеры. Высевались на питательные среды, определялась акционометрическая принадлежность культуры и определялась чувствительность к различным антибактериальным препаратам. Кроме того, мы исследовали, тестировали наличие генов и акционного образования. Мы все это еще и осматривали при помощи электронной микроскопической анализа. В итоге 16 детей мы исследовали мочевые катетеры после кардиотерогического лечения. В моче бактерии были выделены только у 3 из 16 пациентов. Тир бактерий не превышал 10 в третьей степени до установки катетера. Микробиологический анализ испражнений. В испражнениях стафилопоки преобладают 56,6%, грамм вложительной копии и другие, грамм отрицательных 44%. При исследовании катетера, с внутренней поверхности катетера у всех пациентов выделены культуры микроорганизмов. Причем у 10 и 16 это были смешанные культуры микроорганизмов. При оценке чувствительности к антимикробным препаратам 85% были резистентны. Причем к 5 и более антимикробным препаратам. 60% культур имели геморизинов, которые способствуют формированию бактериальной геоплёнки. И когда мы стали проводить сканирующую геоплённую геоскопию, выделены сформированные геоплёнки и однородные клетки, и компоненты из двух и более бактерий. Особое внимание обратили на себя два образца мученивых катетеров с необычными морфологическими формами. Мы у двух пациентов обнаружили при исследовании актиномицетоподобные клетки. Два пациента, вот как же видны, это актиномицетоподобные клетки. Особенности морфологии этих клеток заключаются в том, что они относятся к роду актиновакуриум, впервые описан как причиной инфекции в 1997 году. Но в 2015 году актиновакуриум переименовали в актинодигну и наиболее часто встречающиеся в шаре. Они являются представителями нормальной микробионы, но в определенных условиях становятся патогенными. 70% из них ассоциируется с инфекцией у черпутей. Я говорю, что мы из 16, у двух пациентов нашли шары, а всего в мировой литературе 6 пока описано. Итак, выводы по микробиологическому анализу. Выделены фруктуры микроорганизмов, ассистентные антибиотикам и способствующие биоплёнок образования. Поэтому перед нами, мы сами поставили перед собой, две задачи. Первый. Как влияют антимикробные препараты на находящиеся микроорганизмы в составе биоплёнок и категор? И второй. А как влияют антимикробные препараты на формирование биоплёнок или их отрушения? Какие выводы антимикробные препараты? С профессором Длином мы представили санкт-петербургский формуляр на Российском Конгрессе, который включает защищенные пенициллины, цехолосфорины третьего поколения, метрофуранов ромат и канифрон. Мы использовали микробиологические методы, клинические, да, конечно, но мы использовали микробиологические, которые другие не применяют. Выращена кишечная палочка и помещается в битву. Мощное поражение кишечной палочки аугментином, цедексом, чуть поменьше форматов и немногих канифронов. Вам интересно, что по данным электронной микроскопии каждый антибиотик по-своему действует на кишечную палочку. Аугментин приводит к разрушению деструктивной матрицы. Цедекс, наоборот, в каждой клетке образуется пустота, полностью прекращается размножение этих клеток. Формат приводит к кризису клеток, кризируемых. А самый хитрый канифрон, он нарушает целостность стенки и через это отверстие кишечной в стену кишечной палочки вытекает ее содержимое. Мы помним, что одним из серьезных проблем, которые постоянно звучат и сегодня в докладе профессор Мальцева звучала, ведь антибиотики существенно отражаются на микробионе. А что мы с ним делаем? И я обращаюсь к тому, чему у нас еще наши учителя говорили. Академик Мастер благоприятствует некоторое анатомическое соотношение, принесаемость кишечной стенки для вартерий, прямые лимфатические пути, соединяющие кишечник и почки непосредственно соприкосновения к лексуроколи с правой почкой. И профессор Фукоян микробно-воспалительное заболевание органов мочевой системы начинается с бактериального взрыва в кишке. Я должен сказать, что наши друзья и соседи, финские коллеги наши, вот последний журнал в октябре 2018 года, они очень внимательно отслеживают наши работы и стали заниматься изучением микробиома кишечника. И отметили различие микробиома кишечника у детей с инфекцией мочевых путей и здоровью детьми. И считали, что цвета кишечника связана с риском инфекции мочевых путей у детей. Мы решили посмотреть, как воздействуют препараты-формуляры на рождь развития биоплёна и морфоризиологические свойства лактобацин. Мы уже говорили, что лактобациллы, они существенную роль играют и в кишечном микробиоме, и как уже и сегодня было показано, в мочевой системе и влагалище. Так как мы работаем очень плотно с лактобациллами и с космическими, мы рассмотрели действительно великую роль лактобацилла. Вот выращенная кишечная палочка. Помещается лактобацилл в лондаром, и вот зона подавление роста кишечной палочки. Они сами находят патогенную микрофлору и уничтожают ее. Причем, как уничтожают? Образуется циклоплазматическое выключение. Все, эти клетки уже никуда не годятся и ничего плохого не сделать не могут. Они погибают под воздействием нормальной, хорошей микробиоты. И вот мы провели электронно-микроскопический анализ. Как влияет наш формуляр, о котором мы говорили, на рост и развитие лактобацилла. Серьезное повреждение лактобациллы аукментин, очень большое повреждение ЦДС, очень маленький незначительный формат и совсем не повреждает канифрон. И также парадом, аукментин большие повреждения клеток, ЦДС уничтожения клеток. Канифроны совсем не повреждают, а в формат фонтальные повреждения, деструкция отдельных клеток. И в декабре позапрошлого уже года, 17-го года, и в июле на Майорке профессор Весна представил работу, которая идет параллельно с нашей. Они определяли кишечную микробиоту с помощью секвенированных методик, секвенированных. Группа мышей, в которой получали, одна группа получала антибиотик, фосфомедицин, одна группа получала форамат, одна группа получала канифрон, и вот. И уже слайд представлялся, я просто еще один расскажу. Вот это контроль вода, канифрон практически как контроль, чуть побольше влияние нитрофорана форамата и мощное повреждение микробиома фосфомедицином. На Майорке, я представил, наши данные была очень оживленная дискуссия, мы идем параллельно с каждой своими методиками, но пришли к одним и тем же выводам. Итак, чем лечить, что попробовать не лечить еще, а что попробовать действовать. Мы выбрали канифрон и форамат, так как ангиодики входят, уже состав ракоколы многие использовали. Эти препараты ни у кого не использовались и мы провели первый эксперимент. Жизнеспособность микробных клеток в составе сформированной вертленки. Вот катетер, там вертленки и мы обрабатываем, используем форамат и канифрон. Что мы видим? Вот столбики. Мы можем сказать, что инкубирование культуры кишечной палочки в присутствии формовой канифрона, полная ликвидация через 24 часа клеток в составе герблёнок, но в то же время чуть помедленнее этого канифрона. По стафилококкам через 24 часа полная ликвидация, а канифрон снижение в артерии на 4 порядка. И если мы посмотрим на электронную микроскопию, вот контрольные клетки и вот как они выглядят на составе герблёнок уже повреждённые с деструкцией. Это стафилококки. Мы исследовали стафилококки, это контрольные стафилококки, и здесь мы видим уже с фрагментами с деструкцией плёнки. Второе, что мы хотели посмотреть, да, понятно, что на клетке влияет, а можно липидо хранить от образования патогенов биоплёнок, биофильмов. Мы использовали тоже те же препараты присутствие распора формата формирования биоплёнок не в одной сетонной культур, канифрона единичные наблюдались, но уже значительно меньше. И вот мы видим опять же герблённую микроскопию. Это контроль, пусто выращенная биоплёнка. Это формат, это канифрона. Мы видим, она деструктирована, не только не образуется, но уже подвергается и деструкции. И золотистый стафилококок. И здесь мы вот видим даже парадексальный. совсем мало осталось стафилокококов. Несколько лет подряд мы наблюдали за это и видим, что научился канифрон справляться со стафилококком. Действительно, мы видим бурную динамику микроорганизмов. Они не стоят на месте. И должен сказать, что к нашей большой радости лактовоцин за период наблюдения около 8 лет они лучше стали работать. Они научились справляться с антибиотиками, которые получают через желудочные тишечный тракт. Так что их нужно тоже не поберечь. Поэтому и канифроны, и формат препаратов, которые способны не только препятствовать развитию для пленок, но и частично удержать уже сформированные. И сейчас мы приступили к клинической части, когда начинаем уже использовать для вылечения не только экспериментов, но и вылечения. Результаты следующих наших исследований будут на немастерах. Я хочу сейчас истинно поблагодарить Дириану ТЛМ поблагодарить всех учеников форт-комитета, которые пригласили меня. Для меня это высокая честь выступить перед историей уважаемой аудитории. Нина Алексеевна много ездила по стране, мы с ней встречались и в Ленинграде в Санкт-Петербурге, это в Праге. Мы с таким удовольствием проводили это время с ней. Это человек, с которым можно говорить обо всем. О театре, о клавиатуре, о книгах, о друзьях, товарищах. Большое вам спасибо. Я еще раз хочу сказать, что я с большим удовольствием передаю вам привет от педиатра Александра Петербурга я с большим удовольствием выступил доктор-коллеги, главного мифролога и должен сказать, что я, как главный ясный мифролог могу сказать, что почти одинаково тихо. Вот два больших города, два микрофолиса идут рука по руку. Почему? Потому что мы исповедуем один и тот же и личный один и тот же подход. Единственное, что мы не просвучали, мы сейчас очень внимательно отслеживаем другу подростков. Стремительный рост заболеваем мочевую систему за 25 лет на третьем месте идут по темпу прирост. Это еще звучит важно. Ну, я думаю, мы еще будем. Большое вам спасибо. Удачи вам.